Друзья, всем привет! Мы идем в гости к Кайрату. Он нас сегодня пригласил к себе в гости и в свою новую квартиру. Так что идем, посмотрим, как он облагоустроился. Друзья, ну что, звоним. Привет, привет. Привет, заходи. Спасибо. Как дела? Все хорошо, спасибо. У тебя так вкусно пахнет, что ты там для нас готовишь. Ну, если честно, здесь именно таких блюд, которые нравились бы нам. У нас чуть-чуть другая культура, и поэтому мы чаще всего готовим сами. Потому что здесь таких блюд просто не купишь, не найдешь. Ну, вот, в принципе, как-то так живет. У нас все спокойно живет. Ну, вот, тут ванна. Класс. Светенькая. Спасибо тебе за приглашение. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще долго искал квартиру, кто тебе помогал, где ты искал, как вообще весь процесс у тебя прошел. Ну, если не секрет, расскажи, сколько стоит. Квартира стоит 2800 злотых. По сути, мне помогала компания, через которую я сюда и приехал. Спасибо вам, потому что без польского языка я бы не смог здесь сам снять эту квартиру. Снимаем мы эту квартиру с друзьями, с которыми мы как раз-таки работали вместе. Жили мы в хостеле вместе, вот, вчетвером собрались и решили снять квартиру. Сколько вы уже снимаете по времени? Сколько мы снимаем? Ну, буквально недели-две. Думаю, как разница между хостелом и квартирой? Конечно, лучше. Много лучше, да. Своя зона, как бы зона комфортная. Могу сказать то, что, в принципе, я бы хотел бы, ну, скажем так, на ближайший год, я бы хотел бы поднакопить и купить машину и очень много попутешествовать по европейским странам. Поскольку я уже подался на карту побота, и с этой карты побота я могу путешествовать по странам Евросоюза. И я думаю, это очень хорошая возможность увидеть очень много разных людей, очень разной культуры. И, в принципе, путешествовать я люблю. Здорово. Я тоже люблю путешествовать, и я понимаю, про что ты говоришь. В принципе, ты уже так обозначил свои цели, и у тебя все получится. Ты главный инзик. Я буду искренне рад, когда узнаю, и буду смотреть в твоем профиле, и видеть фотографии из новых открытых мест. А еще скажи просто, права ты получил здесь, или же приехал с правами? Нет, у меня кыргызстанские права, и, насколько я знаю, в принципе, здесь можно ездить с правами, которые ты получил у себя в стране. То есть, здесь тебе никаких пересдач, ничего не надо? Насколько я знаю, там, после шести месяцев пребывания здесь, ты должен все-таки пойти и получить права польские. Но ты их, как бы, не сдаешь, ты просто высылаешь свои документы, то, что у тебя есть права, и через Ужонт они высылают тебе новые польские права. Слушай, здорово, я смотрю, ты, конечно, уже так... Да, и у меня уже есть информация, да, да, да. Здорово, ты молодец, и... Я думаю, за полгода ты еще потянешь польский язык, и ты уже спокойно сможешь получить и права, и говорить так, как ты хочешь, и как ты думаешь. Я желаю тебе успеха, и... Спасибо. Сделаем... Ром-дур. Да, конечно. А, вот Арслан идет, Арслан, давай, давай. С пустой папкой. Ну, уже все хорошо, теперь остается только ждать. Сколько ты уже в Варшаве, почему ты решился в Варшаве открывать американскую визу? Забота здесь не очень сложная, так скажем, то, что ты должен упаковывать...